1079 человек живых святков и удельников Великой Отчины и войны на сегодня засталось в Брестской области. Ветеран пограничной службы Александр Архипов о початку войны доведался о день своего народжения. 22 июня 1941 года мой день рождения. Мне было 14 лет. И вот в этот день мама устроила маленький праздник. Потом была учеба у школы юнг по вношному флоту, у делу боевых деньгах и незабывные вспомины про перомогу. 8 мая в госпитале эта стрельба по всему Кольскому заливу пошла страшная стрельба. Караван пришел англо-американский, канадский. Много судов было. Ночью. А на другой день уже пришли наши врачи, объявили по радио, что так долго война закончена. Ветерану Великой Чыны, пограничнику, полковнику-отставцы Михаилу Пралееву уже 94 годы. Але успомины не отпускают. С юн памятой о малюсе, что довелось оперожить угоды лихолетия, быцем бы это было совсем недавно. Частые гости у Михаила Даниловича школьники, яким он теперь рассказывает, как гордовалась Великая перемога, и чергово напоминает тем, что их ратный подвиг, солдат Великой Чыны, был недаримным. Клопот об ветеранах и память завсюди была Йоси Будзе одной из основных наших задач. Тогда справы ставятся и в Брестской пограничной группе. Ветеранов тут никогда не забываются. Сразу после того, как был освобожден город Брест, Брестская пограничная группа приняла участок государственной границы. И те ветераны, которые в настоящий момент находятся, мы объезжаем в строю, они начинали, поднимали государственную границу, восстанавливали все наши, так сказать, истинные контрольно-следовательные полосы. Юрий Пешур, Рабан Филюциш, телерадиокомпания «Брест». Рабан Филюциш, телерадиокомпания «Брест».